здравствуйте ну что же греция получила передышку но как мы считаем вряд ли ей удастся избежать дефолта слишком много она уже должна денег и население при этом считает что оно не должно платить за жадность банков ну которые по их мнению собственно брали вот эти вот кредиты за пределами греции получение же финансовой помощи все все в более все в более больших объемах мы считаем будет лишь усугублять ситуацию так как платить придется в любом случае это что касается ситуации вокруг греции она уже полностью рынками отыграна и сегодня инвесторы сосредоточились на решении фрс по монетарной политики ну что что может сказать бен бернанке после собственно публикации решения фрс по процентным ставкам ну что касается самих ставок мы считаем что они останутся на прежнем уровне ключевая процентная ставка будет находиться в диапазоне ноль тире ноль двадцать пять сотых процента а вот что он может сказать мы все-таки придерживаемся того мнения что вряд ли мы сегодня услышим какие-либо слова по поводу начала третьего этапа программы количества смягчения или куи почему собственно мы придерживаемся этого мнения основная причина состоит в том что в соединенных штатах уже начала раскручиваться инфляция и последние данные по инфляции инфляционные показатели об этом нам сказали они продемонстрировали рост затем еще один вопрос важный второй этап программы количества смягчения не принес особенно тех надежд которые на него возлагались хотя сам бернанке считает что пока еще говорить рано об этом и то что результаты второго этапа программы количества смягчения скорее всего будут известны или проявится уже этой осенью но пока во всяком случае рано еще об этом говорить поэтому в ожидании программы количества смягчения прошу прощения в ожидании выступления бена бернанке его комментарии после решения фрс мы не видим каких-либо особых движений на мировых финансовых рынках но давайте обратим внимание на то как у нас сегодня торгуется европа европа сегодня открылась в негативной зоне как нам представляется все таки европейские инвесторы пока еще не решили для себя то что помощь греции вопрос решенный и тем более сегодня выступали важные политические лидеры германии например канцлеры меркель выступала и некоторые другие важные чиновники из ес которые консолидировано сказали что шаг греции уже сделан это то что парламент вынес вотум доверия новому правительству но теперь греция должна уже пойти собственно на эти жесткие меры меры сокращения расходов а также пойти на приватизацию государственной собственности а вот будет ли этот вопрос решен пока на самом деле сказать очень сложно и как нам представляется на этом фоне пока не отмечается оптимизм в европе и так индекс доу джон стокс 50 снижается на 19 сотых процента сводный индекс европейских акций доу джон стокс 600 теряет 51 сотую процента а вот основные европейские фондовые индексы торгуются несколько смешано британский фусси 100 терять 18 сотых процента германский дак стритс наоборот прибавляет 6 сотых процента а французский как 40 опять же снижается на 13 сотых процента также неоднозначно смешано торгуются и наиболее ликвидные акции на европейских фондовых биржах и так рынок нефти нефтяные фьючерсы сегодня не отличаются особой динамикой совсем недавно нефть марки бренд была в отрицательной зоне сейчас вышла в символический плюс прибавив четыре сотых процента и находится на уровне 110 долларов и уже на уровне 111 долларов за один баррель а вот американский wti пока оказывается под некоторым давлением снижаясь на 31 сотую процента и находясь на уровне 93 долларов 96 центов за один баррель на товарном рынке ситуация несколько улучшилась хотя наиболее интересные активы по прежнему находятся в красной зоне контракт на медь снижается на девять сотых процента также драгоценные металлы именно фьючерсы на золото на серебро тоже находятся в красной зоне фьючерс на золото находится практически у уровня вчерашнего закрытия снижаясь на одну сотую проценты находясь на уровне 1546 долларов за одну унцию серебро падает более значительно на 59 сотых процента и находится на уровне 36 долларов и 17 центов за одну унцию и так что касается валютного рынка форекс к настоящему моменту индекс доллара торгуемой корзине из основных валют прибавляет 29 сотых процента находится на уровне выше 75 пунктов выше 75 пунктов сегодня после выхода данных протокола банка англии британский фонд оказался под сильным давлением как нам представляется это не случайно потому что ожидание подъема процентных ставок от банка англии в данной ситуации в ситуации довольно сложной сложного положения британской экономики является преждевременным и такая мысль и прозвучала в данном протоколе на этом фоне британский фунт потерял ну к настоящему к настоящему моменту теряет уже более одной фигуры находится на уровне 1.61 ровно единая европейская валюта тоже попыталась сегодня вырасти но буквально последний час оказалась под некоторым давлением но в принципе можно говорить о некой консолидации которая происходит на которая происходит по паре евро доллар вот ну начиная практически вот со вчерашнего дня после ралли на фоне ожидания ожидания принятия от парламента греции соответствующего одобрения нового греческого правительства итак австралийский доллар торгуемый против американского доллара также консолидируется японская иена особо не двигается против американского доллара в общем рынки замерли за исключением британского фунта который оказался заложником протокола банк англии все ждут решение фрс по монетарной политике и слов бена бернанке о о тех перспективах которые видит для себя фед резерв после окончания второго этапа программы количественного смягчения и так что можно ожидать от открытия америки фьючерсы на основные американские фондовые индексы находятся в небольшом минусе в вполне вероятно штаты сегодня откроется слабо негативно но опять же реакция может быть и и будет может даже и будет она бурной если инвесторы услышат заветное слово или заветный такой намек о том что фрс продолжит в каком-нибудь другом виде возможно программу количественного смягчения но опять же повторюсь мы очень сильно сомневаемся что что-то подобное будет сказано хотя опять же всякое бывает особенно на мировых финансовых рынках и так настоящему моменту фьючерс на индекс S&P 500 и снижается на девятнадцатых процента европа прошу прощения штат и откроется очевидно умеренно негативно на это у нас все в дополнение я вас приглашаю на наши бесплатные курсы обучения торговли на мировых финансовых рынках более подробную информацию о ситуации на рынках а также о нашей новой услуге консультации аналитиков вы сможете найти на нашем сайте www.grandcapital.net а с вами был сергей костенко руководитель аналитического департамента компании grand capital удачи вам до новых встреч до свидания